Рассмотрим такой функционал мобильной АТС, как поиск свободного абонента в группе. Для того, чтобы создать группу поиска свободного абонента, необходимо на портале самообслуживания зайти в раздел «Управление пользователями» и выбрать номер, который вы хотите сделать главным номером в группе поиска. Этот номер будет принимать и распределять входящие вызовы по группе других номеров. Кликнув на этот номер, вы попадете в меню «Настроить номер», в котором по умолчанию внизу страницы будет кнопка «Создать главный номер» для нахождения свободного номера в группе. После нажатия открывается поле для ввода. Нужно ввести короткий номер главного номера в группе и нажать «Создать». Номер создан. Для того, чтобы настроить саму группу, необходимо зайти в раздел «Настройки предприятия» и выбрать меню MLHG. Нажатием выбираете номер, который сделали главным номером в группе и на нем настраиваете группу. В меню вы видите название группы, номер, который используется как главный и тип группы. Всего используется три типа группы – циклическая, линейная и групповой вызов. При циклическом типе вызов, поступивший на главный номер в группе, будет распределяться по участникам группы последовательно. При выборе циклического поиска поиск начинается с первого абонента группы, следующего за абонентом, который последний был активным, и продолжится согласно очереди и порядку записи абонентов в группе. При линейном типе первый вызов всегда будет приходить на первого абонента, назначенного в группе. При групповом вызове вызовы будут распределяться параллельно по всем номерам в группе. Для того, чтобы вызов распределялся по участникам группы, необходимо в группе поиска установить длину очереди. Длина очереди означает количество абонентов, которые одновременно могут дозвониться на главный номер в группе. Параметр длина очереди доступен для циклического и линейного вызова. Для группового вызова ее нет необходимости устанавливать, поскольку все вызовы будут параллельно проходить по всем номерам. Следующий пункт меню – время звонка члену группы. Оно означает время, через которое вызов будет передан следующему члену группы в том случае, если предыдущий член группы не поднял трубку. Следующий пункт меню – выбор участника группы. Вы можете выбрать те номера, которые будут участвовать в группе. Добавляя номера, вы собираете группу с помощью кнопки «Добавить». После того, как группа сформирована, нажмите «Сохранить». Теперь все вызовы, приходящие на главный номер в группе, будут распределяться по группе поиска. Также есть возможность настройки группы через импорт-экспорт файла настроек. Зайдите в раздел «Массовый импорт-экспорт настроек», экспортируйте Excel-файл нажатием на кнопку «Экспорт», Excel-файл сохранится у вас на жестком диске. Откройте его. Зайдите в закладку «DN» – «Destination Numbers». Выберите номер, который вы хотите сделать главным в группе, и в столбце «Поиск свободного абонента в группе» присвоите необходимому номеру значение «Да». Сохраните файл. Затем импортируйте его обратно на портал. После загрузки файла выбранный номер станет главным номером в группе. И вы также сможете настроить его в меню MLHG. Главный номер в группе становится виртуальным. Сам номер не принимает звонки, а только распределяет по группе. И совершить исходящий вызов с такого номера невозможно. Если необходимо, чтобы все исходящие вызовы группы представлялись номером главного абонента в группе, можно воспользоваться функцией «Подстановки номера». Для этого зайдите на номер любого из участников группы, не главного номера группы, а именно участника группы. Выберите пункт меню «Представление номера» и из выпадающего списка выберите номер главного номера в группе. Нажмите «Применить». Теперь все исходящие вызовы с этого номера будут отображаться как вызовы с главного номера в группе. Подставить можно не только главный номер в группе, а любой на ваш выбор. Нельзя мобильным номерам подставлять фиксированные номера и наоборот. Также нельзя фиксированным номерам одного города подставлять фиксированные номера другого города.